Вы смотрите Вестник Северодвинска и мы продолжаем. В минувшие выходные помощь потребовалась врачам. Они сообщили экстренной службе о том, что мужчина находится в теплоцентре без сознания. Спасатели извлекли пленника и передали бригаде скорой помощи. О других происшествиях в рубрике «Протокол». На 8 марта подарила себе путевку в тюрьму. Накануне праздника от ножевого ранения в больнице скончался 37-летний мужчина. Удар нанесла 43-летняя сожительница. Международный женский день они отмечали с 5 марта. Причиной конфликта послужила ссора из-за соседки, которую он привел распивать спиртные напитки. В настоящее время подозреваемая задержана. Накануне 8 марта ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. Мужчина скончался от ударов сердца. В наш город влюбленные приехали 6 лет назад из Анеги. Ранее оба не судимы. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Мошенники продолжают наживаться на доверчивых северодвинцах. На этот раз пострадала 80-летняя женщина. 6 марта ей позвонили якобы полицейский и предложил дать взятку за внука, который попал в неприятную ситуацию. Искажая голос, сказал, бабушка, я тут толкнул мужчину, он попал под машину. Сейчас необходимо решить вопрос по деньгам. Передавал трубочку первому злоумышленнику. И тот, в свою очередь, предложил, чтобы закрыть вопрос, так как потерпевший живой, необходимо 200 тысяч. Доверчивая пенсионерка согласилась и отдала курьеру всю сумму. Только после передачи денег женщина позвонила родственникам и выяснила, что с ее родным внуком такой ситуации не происходило. Здесь хотелось бы, конечно, к жителям города обратиться с просьбой, не реагировать на такие вот звонки, с целью решить вопрос с помощью денежных средств. А обращаться непосредственно в правоохранительные органы, не давая при этом, не передавая никаких денег. Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. По словам полицейских, доверчивые северодвинцы отдают свои деньги мошенникам в одном из десяти случаев. Автор этого видео обращается к родителям маленьких нарушителей и призывает взрослых научить детей правилам дорожного движения. На кадрах юные пешеходы перебегают улицу Ломоносова в неположенном месте, при этом не опасаясь за свои жизни. Если вы стали очевидцем происшествия и сняли его на фото или видео, присылайте материалы на наш электронный адрес gtrk.sevsобакамail.ru Предложить свою новость наши зрители могут нажатием одной кнопки на сайте северодвинск.тв Субтитры создавал DimaTorzok